Ковчег с двумя святынями пробыл в Саранске более трех недель, но поклониться им успели не все. Подопечные дома интерната в большинстве своем глубоко верующие люди, но их немощь не позволила им прийти в Иоанна Богословский собор и приложиться к реликвиям. Однако чудо свершилось. По благословению митрополита Саранского и Мордовского Зиновия, ковчег с частицами древа и шипа доставили прямо в храм при интернате. Для наших проживающих огромный праздник. Они неоднократно просили нас, чтобы им доставили святыню, потому что большинство наших проживающих являются инвалидами, либо пожилыми людьми маломобильными, для которых пройти даже несколько шагов, преодолеть небольшое расстояние является огромным препятствием. Это очень важно для них, тем более сейчас идет Великий пост, и у них появилась возможность сегодня непосредственно в стенах учреждения своего большого общего дома прикоснуться к святейшим реликвиям и испытать Божью благодать. Слабость тела, но не духа. В маленьком храме собралось много людей. Несмотря на плохое самочувствие, костыли и инвалидное кресло, подопечные дома интерната отстояли молебен, поставили свечи и смогли приложиться к святыням, чтобы обрести душевный покой и благодать. Каждый в этот момент молился о простых, но самых важных вещах. О здоровье, о близких, о мире на земле. Искренне и от всей души. Такое вдохновение, такая радость. В душе сразу легче делается. Ну, спасибо, что они пришли, и мы это могли выполнить. Очень благодарны им. Всем здравия, здравия, здравия. Ни разу, ни более. Были здравыми. Очень приятно поют, прямо для души. Прикоснуться к святыням смогли и прикованные к постели тяжелобольные люди. Ковчег с целительными реликвиями побывал в их палатах, даруя утешение и надежду. Ирина Радайкина, Дмитрий Малахов. Народные новости.